14 февраля по Григорианскому календарю, и в светском календаре это день Валентина. И люди будут, так сказать, по телевизору это можно будет увидеть там и везде-везде, и, наверное, в рабочих коллективах люди будут как-то там проявлять эти все свои амурные отношения и прочее. И мне хотелось бы тоже, чтобы вы понимали, что по календарю церковному праздник Трифона, там нету Валентина. Это легендарная, полулегендарная фигура, история этого празднования длинная, но свою нынешнюю форму он получил, этот праздник, так сказать, в средние века, большей части в Британии, Ирландии, потом пошел во Францию через Ла-Манш, и в Европе так он осел. Значит, празднование очень простое, люди выбирают себе предмет амурных воздыханий на текущий год, обмениваются разными подарочками, сердечками, записками, валентинками, в которых выражают свои какие-то сокровенные чувства. Как правило, все это такое, ну, сами понимаете, невысокого пошиба, и все такое стремящееся вниз, к поясу и ниже. Ну и все, собственно, весь праздник. И вот я бы хотел сегодня на прощание вам предложить лекарство, некое от этого явления. Там, где будут люди просто, как бы, например, мальчик любит девочку, и он будет использовать день, там, вот этот якобы Валентина, повторяю, это сомнительный очень праздник, на самом деле, подтянутый за уши. Ну, допустим, какой-то юноша своей девушке там как-то изъявит свою какую-то сердечную любовь. В этом нет ничего плохого. Надо бояться, этого не стоит совсем. Там или девушка там на кого-то глаз положила, там о чем-то мечтает, и как-то мальчику там выразит свое какое-то душевное расположение. Ничего страшного в этом нет. Тут вообще нет ничего такого демонического. Но поскольку праздник коммерциализированный, как бы занимает слишком много места в голове, то я вам предложу сегодня одну такую интересную вещь. Праздник западный, и как бы противоядие против него тоже взято на Западе. Есть такой у католиков святой Франциск Сальский. Это епископ Женевы, там, этих швейцарских краев. И жил он в конце 16 века. Как раз уже распространялся по Европе сильно кальвинизм и лютеранство. И католики так взбодрились и начали выдвигать на первый план там разных образованных богословов, таких горячих проповедников, чтобы отстоять кафолическую истину против нововозникшей протестантской, так, этих всех раздвижений. Вот был такой у них такой Франциск Сальский, епископ. У него в епархии, это Савойя, регион Савойя, он сам был из благородного происхождения, был, кажется, из герцогов Савойских. И вот у него там в епархии его люди как бы как помешанные стали праздновать этого Валентина. Писали там эти записки, выбирали себе там, как сказать, предмет воздыхания на год. Этим занимались не только юноши и девушки, которым это, в принципе, простительно. Этим занимались также женатые и замужние люди. Представляете себе какой-то мужик, например, пузатый какой-нибудь там 56-летний, например, выбрал себе Валентинку какую-нибудь там, какую-нибудь там бабу 20-летнюю, например, и в течение года там вокруг нее прыгает, бегает, дарит ей подарки, она его Валентина, а он ее Валентин, она ему там отвечает, ну как бы ли какая-нибудь там почтенная женщина, какая-нибудь, ну скажем, ну ладно, баба там 50-летняя, найдет всего какой-то Валентина 30-летнего и будет с ним переписываться. Он говорит, ну что это такое? Ну что это такое? Так это примитивная гадость какая-то. И вот этот франциск, этот епископ, он говорит так, значит, смотрите, на праздник там делается так, пишутся разные там какие-то имена, там записки всякие, и все-таки кидаются какие-то шляпы, и там как бы как жребий тянется, там вытягиваются жребии, как бы, о, ты моя Валентина, как бы, значит, ну очень приятно, там чем-чем, как бы и пошли гулять. Значит, он говорит, напишем записки, кинем шляпу и вытащим на праздник. И они там накидали записок, значит, он говорит, в записках будет следующее, будет короткая цитата из Священного Писания, буквально одно предложение, и имя одного из святых, и кто что вытащит себе, вот твой Валентин на этот год, например, будет Симеон Столпник, например, ты должен прочитать его житие, хорошо прочитать его житие, в течение года постоянно молиться Симеону Столпнику, допустим, и, например, из Писания, цитата будет тебе, например, из Павла, там, мужайтесь, стойте в вере, хватит тебе на год, размышляйся над этими словами и почитай Симеона Столпника, вот твой Валентин, или там какой-нибудь, допустим, любому другому человеку, например, написать, например, там, скажем, ну, там, Николаевичу, допустим, с Передом Тремифунского, или там, Серафим Саровский, например, или Блаженная Матрона, и написать из Писания, там, братья, если впадет человек в некое прегрешение, вы духовно исправляйте такового духом кротости, все, допустим, то есть из Писания можно дергать, там, миллион цитат, там, подвязайтесь, входить тесными вратами, ибо широкий путь, ведущий в пагубу, и многие идут им, все, тебе на весь год есть о чем думать, вот наш Валентин, это лекарство с запада, откуда и болезнь пришла, болезнь оттуда, и лекарство тоже оттуда, то есть так они, как бы там, лучшие люди, это того, той части Европы, той части христианского мира, они бы тоже понимали, что все это, ну, не нужно, и надо как-то это все ненужное превращать в нужное, поэтому вот, я вам предлагаю, в принципе, это хорошая вещь, ясно, что мы не празднуем этих всех Валентинов, ну, там, дети наши, может быть, празднуют, вот, но кто хочет, в духовном смысле, найти себе такое, что такое, в химии валентность, это сочетаемость химических элементов, помните, может быть, из химии, такой валентность, есть такое понятие в химии, это способность элементов сочетаться друг с другом, образовывать различные цепи, значит, и так далее, так вот, само слово Валентин, как бы, оно здесь многозначное, оно означает, что, как бы, я подбираю себе кого-то по себе, некую пару мне подобную, в этом смысле, есть такая игра слов на латинском языке, так вот, нужно выбрать себе кого-то на небесах живущего, и почитать его всей душой, всем сердцем, всем помышлением, допустим, великомученик Георгия, возьми себе на год своим небесным патроном, как бы, и думай о нем постоянно, и зови его на молитву, чтобы он тебе помогал, он реально будет твой друг на всю жизнь, на следующий год возьмешь себе, например, там, кого-нибудь, там, того же мученика Харлампия, и он будет, или Трифона, там, или Косму и Дамиана, они будут тебе друзья на всю жизнь, вот вам предлагают такую, мир нам предлагает свои пряники и ковришки, мы можем их есть, можем не есть, иногда мы съедим, и не будет вреда, иногда съедим и повредимся, но мы должны все, что нам предлагает мир, перешифровывать и перелицовывать на духовный смысл, все, что есть в мире, оно может иметь духовный смысл, да, и нужно его искать, находить, и пользоваться этим, любым занятием.